Приветик всем ребята, с вами ваш кентопк, и сегодня в этот замечательный день ваш кентуха вам расскажет как же можно получить совершенно любой скин, совершенно любое оружие, как вообще ребята можно перевернуть блокстрайк вверх дном, ребята все зависит от вас только. Если будет много лайков, я сниму еще один крутой видеоролик, как можно ребята, даже не буду говорить что, но скажу так просто, он очень крутой, прям обещаю что вам понравится, так что поставьте пожалуйста лайк, если хотите продолжение разных интересных гайдов. Ну что же, ребят начнем, вам наверное всем интересно, как у меня в прошлом видео был новый нож, и я вам скажу даже больше, многие из вас догадались как я это сделал, я это сделал при помощи хромакея на стрельбище. Ну как именно, да, вот вы меня спросите кентуха, вот как именно, вот я хочу допустим пошутить над своим другом, сказать что у меня новый гуднайф и так далее, или сказать что я например новый разработчик блокстрайка, но я кентуха не знаю как все это можно сделать. Ребята, все это делается крайне просто, я вам сегодня все расскажу и покажу. Ну что же, поехали, для начала нам необходимо зайти на стрельбище, дальше, ребят, нам необходимо загрузить свой скин, то есть как загружать свой скин я об этом видео снимать не буду, потому что вы все и так знаете, кто не знает, посмотрите видео тик-така, как можно загружать свои скины блокстрайк. Ну что же, поехали, я ребят прямо сейчас поставлю на этот нож свой скин, я открываю консоль и пишу команду custom skin и пишу название моего скина, допустим это будет 1png, нажимаю кнопочку отправить и как мы видим у меня новый скин. Что же нам необходимо делать дальше, мы ребят подходим к хромакею, что же мы делаем дальше, прямо сейчас мы ребята открываем программу для записи видео, то есть допустим у кого-то это рек, у кого-то это мобизен, ну ребят открывайте любую программу для записи видео. Вам необходимо снять видеоролик, как будто вы идете с этим ножом и где-то гуляете, смотрите как все это делается, вы ребят подходите в упор к хромакею и нажимаете кнопочку вперед, то есть надо чтобы на джоустике, видите вот на джоустике слева, чтобы там показывало как будто вы нажимаете кнопку вперед и как будто вы идете вперед. Вот, дальше вам необходимо немножко двигать камерой, видите вот как я двигаю камерой и при этом нажимать кнопку вперед одновременно, потом пару раз так ударить, ну чтобы все это было как можно более реалистично. Ну что ж, давайте все это попробуем сделать на деле. Подходим в упор, все поехали, о, так, 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 о, о, отлично, 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 да вы что ребят, просто лепота, вроде бы. Двигаю камерой, ну вроде бы, вроде бы все хорошо, если еще вот это в конце я немножко обрежу. Теперь нам необходимо заснять вторую часть нашего видео, мы ребят выходим отсюда и идем, идем в, 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 точнее не в, а на любой сервер, допустим командный бой, давайте карта, ну карта, не знаю какая карта, ну давайте карта баст, да, такая самая типичная карта. Ставлю пароль, дабы нам никто не мешал и, ребята, захожу на сервер. Ну что же, буду играть за синюю команду и прямо сейчас я обратно включаю программу для записи видео, но при этом, в этом, ребят, случае я отключаю наше оружие. То есть в одном случае я записываю оружие, во втором случае, как сейчас, я его наоборот отключаю. Так, основные, отключаю я HitMaker HD и отключаю показать оружие. Так, все, ребят, вроде все отключил и обратно включаю программу для записи видео. Ну что же, поехали, вот я иду по прямой, иду, 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 ля-ля-ля, тополя, давайте повернем немножко сюда. И, в принципе, ребята, я думаю, что этого хватит. Да-да-да, этого хватит с голубой. Так, а теперь самое интересное, нам необходимо зайти в программу для монтажа. Допустим, в моем случае это Sony Vegas. У кого есть компьютер, я вам, ребят, всем рекомендую работать именно в этой программе. Ну, у кого нету компьютера, то, допустим, в том же самом KineMaster есть такая функция, как хромакей или что-то такое, я уже не помню, как она называется. Но суть в том, что можно отключать зеленый цвет. То есть вы, ребят, погуглите, посмотрите в Ютубе, как можно сделать хромакей при помощи мобильных программ. Ну что же, прямо сейчас нам необходимо совместить наше видео номер один с видео номер два. И при этом на видео с хромакеем отключить зеленый фон. Ну что же, поехали. Так, вот, открываем нашу программу для записи видео. И оттуда перекидываем два видеофрагмента. То есть это, вот, ребят, смотрите, вот это видео номер один. Вот это, хромакей, да? А вот это видео номер два, это наш фон. Ну что же, давайте как-то, ребят, все это будем совмещать. Ну что, вот он, наш зеленый фон, он должен быть сверху, то есть слой выше. Так. Опа. Раз. Так, вот это, ребят, наш фон. И надо над ним где-то разместить хромакей. Вот, как мы видим, хромакей сверху. Дальше, если вы пользуетесь именно Сан-Вегасом, тут есть такая штука. Она находится в видео спецэффектах, называется она разделитель по цветовому тону. И переносим этот эффект. Далее, выбираем цвет, нажимаем пипеточку, и, ребят, наводим на наш предосмотр. На окно предосмотра, а именно на зеленый цвет. Вот, как вы видите, вот я сейчас пипеткой навожу сюда, и оба, на наш фон пропал. Ну что ж, давайте все это мы проверим, как все это работает. Как по мне, все сделано очень реалистично и очень прикольно. Так что, кому не сложно, поставьте лайк, потому что у меня есть еще одна очень годная идея. Если мы наберем много лайков, то я обязательно ее сниму. Так что, ребят, пожалуйста, не ленитесь и поставьте лайк. Ну что же, с вами был ваш КентопК. Обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, дабы не пропускать мои видеоролики. Ну что же, всем удачи и всем пока.